Вы себя считаете русской певицей? Вот это такой самый провокационный вопрос, потому что... Ну а как же, позиционирование какое-то должно быть? Нет, нет, в этом вообще не должно. Вот слово «должно», у меня нету слова «должно». В моем арсенале нету слова «кто», «почему». А, ва... Сразу мое... Прошлое всплывает. Чего, кто, что... Ну, почему «должна», не «должна» и не позиционирую. Потому что я родилась в Украине, я обожаю город Ужгород. Это навсегда останется моим домом, вот самым родным местом на земле. Я нашла себя как певица, как певица, как артист, как человек, у которого есть столько возможностей. А ведь есть. А мы ухо чешем. В Москве этот город дал мне... Дал мне, ну, очень многое. Он мне дал надежду на то, что можно не просто мечтать, а мечтать о том, что твои мечты когда-то сбудутся. Поэтому какого черта я должна себя как-то позиционировать? Я обожаю Киев, я очень люблю Украину, потому что це меридный дом. И це моя любовь на вся життя. Вот. Поэтому ты продала себя. Вот эти все разговорчики. Нет, я вот эти разговорчики один раз не слушал. Нет, я просто этого тоже очень много слышала. Если вам так удобно думать, то, конечно, да. Конечно, да. Ну, вас принимают-то как на... Вы когда были, допустим, на своей малой родине? Я два раза в году обязательно езжу в Ужгород. На гастроли? Нет. Отдыхать домой, обниматься с родными. Ага, на обнимашки просто, да. На обнимашки, на мимимишечки. Я так догадываюсь, что это не самая тема для вас комфортная, вот, про русско-украинские отношения. Я просто не очень ее люблю, потому что мне достаточно... Вот мне, честно говоря, вот поднадоело то, что нас пытаются разделить. Так нет, есть же люди, которые, наоборот, пытаются соединить, соединить по-хорошему, не в имперском смысле, а именно для того, чтобы... Потому что ведь мы родные, ведь мы родные. Вот, конечно. Мы родные, Киев, мать городов русских. И это единственное, и первое, и единственное, о чем я всегда говорю. Мы родные. Да. У нас практически одинаковые языки. Ну, по крайней мере, я хорошо понимаю оба. Я вот у Олега Скрипке, ну, из вопли Ведоплясова, вы знаете, спрашивал, и вас спрашиваю, возможно ли такая ситуация в российском каком-нибудь городе, которая возникла, по-моему, это было в Тернополе, когда Потапа и Настю просто закидали там сельхозпродуктами из-за того, что они пели на русском языке. Может ли украинский артист из-за того, что... Украинский, простите. А? Украинский. Украинский, извините, извините, ради бога, украинский. Я не ради себя, ради... Да, да, ну, спасибо, да. Вот, может ли украинский артист подвергнуться вот такой атаке в каком-то российском городе, как вы считаете, за то, что он... Давайте вот начнем с того, что мы не знаем всех подробностей. Так, а, то есть вы считаете, что там была какая-то предыстория? Я просто не знаю всех подробностей. Нет, я, честно, я впервые об этом слышу, и это странно. Это, в принципе, странная ситуация. И, во-первых, во-вторых, не очень приятная. Душа. Вот не очень приятная. Да, совсем неприятная. Поэтому, как бы, что угодно могло быть причиной. И я не до конца верю в то, что именно языковой барьер, потому что, честно говоря, все эти истории про... Ну, про... Вы сами знаете что. Ну, да, да. Они слегка утрированы. Я живу... Я родилась, живу, живу-то я уже здесь, но, тем не менее, я всегда говорю, что живу. Ну, родилась и живу в самой западной точке Украины. То есть западнее только за границей. То есть это гнездо национализма считается, как бы. Вот. Дело в том, что до такой степени многонациональный город и никогда в жизни, никогда в жизни никто ни на кого косо не смотрел только из-за того, что кто-то говорит на другом языке. Может быть, это было раньше? Может быть, сейчас-то все изменилось? Нет? Нет? Нет. Я езжу в Ужгород со своими московскими друзьями. И слушайте, это все на самом деле, это очень все преувеличено. Во-первых. Во-вторых, давайте прекрасно понимать то, что везде есть хорошие люди, везде есть люди... И это бесспорно. ...не очень хорошие. Это бесспорно. И как бы это не сильно зависит от места. Я сейчас не пытаюсь оправдать, хотя, может быть, чуть-чуть где-то подспорный пытаюсь. Нет, вы пытаетесь, если вы правильно делаете. Было бы странно, если бы этого не делали. Просто это не так, и я это знаю. Потому что я всю жизнь говорю на русском языке. Потому что, когда я училась в школе, у нас все 20 школ были русскоязычными. Сейчас это не так, но сейчас никто не игнорирует. По крайней мере, в городе Ужгороде, я об этом точно знаю, никто не игнорирует русскую речь. Никто. То есть, какая разница, на каком языке ты разговариваешь со мной, если ты... Вы очень ушли всерьезку. Да, но потому что... Я прям смотрю, что у вас вот эта вот тема... Ну, это такая тема, потому что... ...задела, да. Но я очень не люблю, когда врут. Когда что-то утрируют, потому что это не так. Ну, все, кто приезжает не только на Западную Украину, в Киев, они, проведя ну хотя бы неделю с каким-то проявлением негативного отношения к москалям, они сталкиваются. Я вот, мне сложно представить, что в России... Слушайте, знаете, сколько раз я слышала в свой адрес? Вы слышали что-нибудь, в слово хохлы, это вкладывается, это с любовью произносится. Ты, говорит, свою бумажку эту в хохлянде у себя будешь показывать, ясно тебе? То есть вы понимаете... Ну, это вы про каких-нибудь чиновников говорите. У них нет национальности. Бюрократы и чиновники... Дело в том, что... Ну, нет, это проявление не самого хорошего воспитания какого-то конкретного человека.